Привет всем, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь подбором автомобилей в городе Пскове, а также их проверкой перед покупкой. Недавно ко мне обратился клиент из Санкт-Петербурга и попросил проверить такой вот автомобиль. Это у нас BMW 1, 116, 136 лошадиных сил, кузов F20, мотор N13, 1598 кубиков, практически 1.6 турбо, как я ранее сказал, 136 лошадей. Задний привод, классический автомат. Автомобиль в неплохой комплектации, с сидениями с выраженной боковой поддержкой, с красной строчкой на руле, с бексиноновой оптикой. Сейчас быстренько покажу и расскажу про состояние автомобиля. Итак, стекла у нас, помимо лобового, все заводские, оригинальные, BMW. Салон, в принципе, в хорошем состоянии, ничего не разорвано, не разодрано, не прокурено. Единственное, можно будет почистить сидение, будет намного лучше выглядеть. Кожа руля, селектор КПП в отличном состоянии. Далее, резина у нас 2014 года выпуска, еще поездит. Тормоза, диски в хорошем состоянии, что передние, что задние. Колодки нужно будет вскоре поменять. Есть крашеные детали на автомобиле. Это капот, 200-300 микрон, и заднее крыло правое. Значит, на крыле есть локальная шпаклевка в районе миллиметра, тысячи микрон. Но крыло не отрезалось, просто производился какой-то ремонт. Проем в заводском окрасе, то есть точная сварка вся на месте. Болты капота крыльев крутились. Сравнили также год выпуска оптики. Есть по компьютерной диагностике ошибки, но они несерьезные. BMW без ошибок не бывает. По блокам пробег полностью совпадает. Он оригинальный. Оптика исправно вся работает. Стоит такой двойной выхлоп на автомобиле раздвоенный. На сильных перегазовках никакого дыма сизого из труб нету. Трубы вот так вот выглядят сухие. По технике, по подъемнику осмотрели полностью подвеску, все агрегаты. Снизу мотор, также коробку, задний редуктор. По окончанию диагностики, по технике никаких претензий не поступило от механика. Единственное, также он сказал, что нужно вскоре поменять колодки. Остальное, все соленблоки, все живые. По езде, в принципе, мне понравилось. Хорошо остро рулится машинка, неплохо тормозит. И достаточно бридко для такого небольшого объема. В принципе, наверное, все. Если кому-то будет интересна какая-то информация по этой машине, спрашивайте. Всем хороших машин. Обязательно проверяйте то, что хотите купить. Всем пока.